Здравствуйте! В прямом эфире православная энциклопедия. Что значит быть христианином? Обычно на это дают простой ответ. Жить по заповедям Господним, любить Бога и любить ближних. Жить по Евангелию. Но возможно ли это в наше время, когда мир забыл не только о религии, но и обычной житейской морали? Жить по евангельским заповедям. Как воплощать евангельскую правду в нашей повседневной жизни? Это и есть тема нашей сегодняшней программы. А моим собеседником будет настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Голенищеве протоиерей Сергий Правдолюбов. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своими переживаниями, своим опытом. Телефон прямого эфира 789-30-30. А пока вы готовитесь к беседе, новости православной жизни. В России появился новый больничный храм. Первую литургию в церкви святой мученицы Галины при 119-й клинической больнице в Химках отслужил наместник Троицы Серковой Лавры, епископ Феогност. Это особый храм и при месте, где чаще всего посещает нас Господь, при врачебнице. А Галина в переводе с греческого означает тишина, покой, морская гладь. Именно тишина необходима нам, чтобы преодолеть трудности, преодолеть скорби, преодолеть искушения. Мученице Галине храм был посвящен по благословению покойного патриарха Алексея. У нас почему-то у всех оказались жены, дети Галины, у некоторых матерей даже, понимаете. И тогда я написал прошение святейшему. Больше 10 лет продолжается дружба 119-й больницы и обители преподобного Сергия. И новый храм стал не только больничной церковью, но и подворьем Троицы Сергиевой Лавры. Представление очередного пятого диска, записанного православным хором инженерных войск «За веру и отечество» началось с молебна. Военную часть инженерных войск, расположенную по соседству со знаменитым монастырем Свято-Засимово-Пустынь, называют православной. Если, например, человек верующий, его очень легко понять. С ним проще разговаривать и с ним проще общаться. Естественно, он будет тебя понимать намного лучше, чем человек, который об этом и что не знает. Для этих ребят игумен Варнава – не просто художественный руководитель хора. Он еще и учит этих ребят, как в армии оставаться христианином. Постоянно стоит вопрос, как ты себя поведешь, как ты поступишь. Понял, что ты товарищу? Я помню случай, когда я сам выезжал, у меня был ватников в 20 градусов мороза. Достаточно было, вот, товарищу, значит, сказал, у меня нет ватников. Он, не задумываясь, тут же начал себя сбрасывать. Год назад православный хор инженерных войск «За веру и Отечество» отметил свое 15-летие. В репертуаре – духовная музыка, марши, песни. В дни святок в Москве проходит выставка «За веру и Отечество». Новых работ художника и мультипликатора Михаила Алдашина. Вместе с художником зрители вспоминают свое детство. Возвращаются в него, как в дивный райский сад. Яблоки и дыни, бумажные кораблики и пес, обнюхивающий цветы – все это мы видим глазами ребенка. «Будьте, как дети», – говорил спаситель. И картины Алдашина напоминают нам об этом же. В одном из залов собраны целлюлоидные пленки с героями мультфильма «Рождество» самые известные работы Михаила Алдашина. Есть неканонические изображения. Например, как «Ангел будет волхвов». Это не описано в Евангелии. Но старинные художники, это 13-й или 15-й век, я сейчас точно не помню. Он изобразил этот момент. То есть он его придумал. Есть еще масса сцен, которые не являются изображением канонического писания, а выдуманы художниками. Но они выдуманы с такой достоверностью и трогательностью, что невозможно ни на них пройти. Готовясь к этой программе, мы провели небольшой опрос тех, кому уже довелось на страницах книг, газет и журналов отвечать на вопрос «Как жить в наше время по Евангелию?» Жить по Евангелию – это практически навык. Это повседневная забота, повседневное задавание себе самому вопросу «Как?». И на мой взгляд, здесь рецепты давать сегодня очень и очень сложно. Не зная человеку общие рецепты давать, очень сложно. Но для меня таким выходом, наверное, таким уже опробованным в жизни, это просто задавать себе вопрос. Как жить по Евангелию вот сейчас? Как поступить по Евангелию вот в этой конкретной ситуации? И если я задаю себе этот вопрос, возникают рамки, в которых возможен ответ. И я понимаю, что находятся за рамками этого ответа. И это очень помогает. Христианином быть невозможно. Исполнять заповеди христианские невозможно. Если, конечно, по-честному на это смотреть. Невозможно любить своего ближнего. Ведь невозможно с ним всегда терпеливо разговаривать. Невозможно не испытывать чувство зависти иногда. Невозможно не злиться и не гневаться. Да мало ли чего невозможно. А как же быть? Да и как из этого тупика выйти? Выясняется, что и другое невозможно тоже. Не христианином быть невозможно тоже. Потому что ты сразу превращаешься в такую хрюшку противную, грязную и отвратительную. Самой себе отвратительную. И поэтому все, что остается, это все-таки воспринимать христианские заповеди как вектор. Как направление пути, по которому хорошо бы двигаться. О котором хорошо бы хотя бы помнить. И как-то себя потихонечку в ту сторону направлять. Волочь. Наша вера должна созидать пространство нашей жизни. Она должна нас менять. Мы должны становиться другими. Мы должны из храма, то, что мы получаем в храме, выносить. И это должно изменять нашу жизнь. А получается, что мы в храм прячемся. Там получаем некое самоуспокоение. Выходим и отряхиваем все, что мы там получили. Оставляем в храме и в жизни живем так, как будто этого храма в нашей жизни почти нет. Вместе с тем, наверное, я верю в то, что жить по Евангелию нужно и можно в любое время. И слава Богу, что есть люди, которые могут для нас служить примерами сегодня. Я даже считаю, что опыт новомучеников, опыт людей, которые жили по Евангелию в ситуации, в которой наш сегодняшний кризис показался просто смешным. Поэтому мне кажется, что надо на этих людей смотреть. Напоминаю о том, что сегодня в прямом эфире вы сможете задавать свои вопросы на тему «Возможно ли сегодня жить по Евангелию?». Номер телефона в студии 789-3030. К нам в гости сегодня пришел протеерей Сергий Правдолюбов. Здравствуйте, отец Сергий. Вот сейчас мы с вами слышали в сюжете одно из мнений, что человеку невозможно жить по Евангелию, человеку невозможно исполнять заповеди. И вот действительно даже в Евангелии ученики спрашивают Спасителя, а кто же может спастись? И Христос ему отвечает, человеком это невозможно, но все возможно Богу. Так вот, отец Сергий, возможно ли же сегодня жить по Евангелию? Не только возможно, но и необходимо. И по-другому жить нельзя. Ведь это сказал Господь Иисус Христос, который творит всего мира, творит человека. Уж он-то знает устройство человека. И если он зовет всех, не только можно и нужно, но и просто возможно. И во все времена так было. И не то, чтобы нам сейчас труднее всех. И в начале, в Римской империи, когда христианство появилось, да и в другие времена были трудности. И у нас сейчас трудности не больше тех, которые были в самом начале христианства. Ну а что, времена разве не меняются? Не меняется, вот скажем, сегодняшняя эпоха. Она разве не отличается ритмом своим, атмосферой, отношением между людьми от тех времен, в которых, скажем, жили первые христиане. Или даже, скажем, золотой век христианства, скажем. Уверен, что не меняется. Технический прогресс, это понятно, это хорошо. И оно есть, и влияет на человека. Но основа человека, вся его сущность, все его отношение к жизни, к Богу, оно остается прежним. На все времена Господь сказал одинаковые слова. И они одинаково трудны, и одинаково возможны, и исполнимы. Их мое благо, и время мое легко есть. Современному человеку трудно представить, что жизнь по Евангелию может стать и его личной биографией. То, что и в наши дни возможно быть верным Христу до конца, свидетельствуют те, кто жил совсем рядом с нами, полвека назад, новомученики. Быть со Христом, когда это грозит тюрьмой, каторгой и даже смертью. Это испытание в 20 веке выдержали тысячи верующих. Люди ради своей любви к Богу жертвовали жизнью. В семье Правдолюбовых в лики святых канонизированы четверо. Семья священника Анатолия Правдолюбова была обычной большой русской семьей. Но для безбожной власти вызовом стало само стремление Правдолюбовых жить по Евангелию. Одного из старших сыновей, священника Сергия Правдолюбова, арестовали уже в 1918-м. Он выжил и был арестован снова. А в середине 30-х на Соловки отправили уже троих Правдолюбовых. За то, что они своей верой мешали строительству коммунизма. Им удалось преодолеть бесчеловечные условия лагерного быта. Священники совершали литургии и укрепляли веру других заключенных. В 1937 году были расстреляны отец Анатолий и его старший сын Владимир Правдолюбовы. Летом 1941-го чекисты застрелили священника Николая Правдолюбова. А его брат, отец Сергий, пройдя лагеря из ссылки, выжил. И в 2000 году тоже был причислен к лику святых, как исповедник. В московском храме живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве Четыре иконы новомучеников Правдолюбовых рядом, как вместе в Царстве Небесном те, кто своей жизнью исполнил евангельские заповеди. Отец Сергий, мы рассказали историю вашей семьи не только потому, что это ваша личная семейная святая история, но и также священная история нашей Церкви. Напоминаю о том, что мы сегодня беседуем на тему «Возможно ли жить по Евангелию?». Звоните к нам в студию и задавайте свои вопросы. У нас есть звонок. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Доброе утро. У меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что моральные нормы, изложенные в заповедях, могут соблюдать не только христиане, но также и неверующие, которые не обязательно следуют букве Библии? Спасибо за ваш вопрос, Отец Сергий. Возможно ли жить по Евангелию человека, который в Евангелие не верит? Не верит в истинность Евангелия, в истинность пришествия Спасителя. Возможно ли быть вот таким вот святым атеистом? Вот на самом деле этот вопрос занимает очень многих людей. Господь сказал, что всякий, делающий доброе, приятен Богу, и Бог будет к нему относиться как к человеку, делающему доброе по его нравственным принципам и его доброму мироустроению. Он, может быть, не потребует от него отчета по евангельским заповедям. И он с ним уже лично, как его личная тайна между Богом и этим человеком, но ведь мы, как правил Василий Великий, как сказал, удивительно сказал, что мы получаем самое большое, что может быть в жизни на земле, это познание Твоей истины, Господи, и жизни вечную. И мы делаем заповеди, трудимся не для того, чтобы нам было хорошо, а потому что мы полюбили Господа Иисуса Христа, эту истину, и мы к этой истине стремимся, мы забываем о себе. К сожалению, люди, которые действительно по-настоящему честно живут по совести, а заповеди Божии, они, соответственно, конечно, только подталкивают человека еще тем более выполнять то, что уже заложено в нем самим голосом Божиим, совестью. Они не подозревают о самом главном, о том, что они живут по заповедям, не верив в Бога, только потому что они есть образ Божий. Как сказал Тертулиан в свое время, что душа всякого человека по природе своей христианка. И всякий человек, в общем-то, конечно, он изначально, наверное, уготован жить именно по заповедям Божьим и именно исполнять Евангелие. Безусловно, по заповедям, но если вы возьмете ученого-физика, которого было много в 20 веке, да и сейчас довольно много, то вы знаете, они даже забывали есть, поесть, так были увлечены чем? Осознанием, осознанием происхождения мира, физической картины, как это было. Они так устремлялись, что если он скажет, что вот ты будешь заниматься здесь 100, 200, 300 лет только этим, он скажет, что хорошо, я даже есть не буду, мне так это хочется, так мне нравится, я должен это постичь. Так и по отношению к Богу. Вот так было бы хорошо, если бы люди задавали себе почаще этот вопрос, как вот жить по заповедям Божьим. Вы знаете, я тут недавно читал один богословский доклад, серьезный, очень хороший, и там автор этого доклада говорит такие вот вещи, он говорит, что у нас, к сожалению, к величайшему сейчас, вот современное благочестие христианское, оно построено таким образом, что люди не вникают в смысл Евангелия, не живут по осмыслению Евангелия, а лучше всего разбираются в свойствах священной воды и прекрасно знают, какому святому в каких случаях надо молиться. А вот Слово Божие, вот истина, она как-то стоит вот в стороне. Я бы с этим не согласился. Дело в том, что Евангелие дано для всех людей, для самого простого человека и для самого ученого. И даже Господь разделяет евангельские свои заповеди на две части. Первая – делай вот это, а вторая степень – если хочешь быть совершенным, вот тогда уже появляются монасты, появляются другие великие подвиги. А ты сделай необходимое по Евангелию, и если здесь помощь требуется святынь, святых мощей, памятных и важных мест для паломничества, для русских людей и для других людей, если во всем мире, то почему бы и это? Зачем думать, что это плохо? Нет. И это возможно. И святая вода необходима, и просворочка, и все остальное. У нас есть звонок от наших телезрителей. Алло, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшки, благословите. Бог вас благословит. У меня вот такой вопрос к вам. Для православного христианина мы знаем, самое главное – это любовь к ближнему и к Богу. Но еще есть одна заповедь о смирении. Но мое смирение, мне кажется, вредит моим детям. Я смиряюсь в том, что уже практически год в марте будет, мы живем без папы. Папа наш – священник на приходе, который доходится от нашего дома за 100 километров. Дети мои видят его редко. Но я пытаюсь смириться в том, что не жалуюсь никому. То есть вот как есть, так и живу. Но страдают от этого дети. Их у меня 8. Без папы в течение года. И вот скажите, пожалуйста, как вот быть в этой ситуации? Бороться за, ну как сказать, за целостность семьи? Или вот продолжать дальше так жить и смиряться? А скажите, ваш супруг, он просто, так сказать, с загружен приходской жизнью, и поэтому он редко бывает в доме? В этом причем? Ну да, там такой небольшой поселок деревенского типа. То есть очень старый храм, практически еще до конца не восстановленный. То есть это не то, что он не желает быть дома? Нет, нет. Он очень хочет этого, но у нас нет возможности. Мы не можем продать жилье там, где мы живем, потому что экономический кризис. Мы не можем к нему переехать. Понятно. Отец Сергий, ну, давайте мальчику посоветуем. Мне кажется, непременно нужно обратиться к правящему архиерею и сказать, что это жить так невозможно. И Евангелие так не предписывает. А вот старые священники, мой отец и дед говорили, что муж без жены не имеет права вообще жить. И женатый священник, у которого есть мальчик, он не имеет права служить каждый день литургию. Если он покинул свою семью и уехал от жены, это ни в коем случае не должно быть. Надо выходить из положения любым способом. И владыка, мне кажется, архиерей, который там выдаётся территорией, это происходит, мне кажется, он поймёт. Ну да, священническая семья, 8 детей, конечно. Это совершенно невозможно. И я поддерживаю полностью матушку, чтобы батюшка был непременно. А как же дети воспитываются без бабы, без отца? Это невозможно. Мы не удивляемся, когда священники и монахи подают пример христианской жизни. Нам кажется, что им это положено. А нам? И удивиться мы можем только тогда, когда рядом с нами призыв Христа оставить прежнюю жизнь услышал и исполнил тот, кто, в отличие от нас, впервые узнал о том, что есть такая жизнь, христианская, и решился, несмотря ни на что. Впервые цыган Эдик Иванов пришёл в храм 10 лет назад. Он хотел надеть крестик и очень удивился, когда узнал, что для этого надо принять крещение. Спустя несколько дней Эдик решился изменить свою жизнь и стал христианином. Из купели цыган, теперь уже Элисбар, вышел обновлённым. Он расстался с дурными привычками. Когда я покрестился, на второй день мне Бог помог, я всё бросил после крещения. Имя древнего грузинского мученика Элисбар цыгану подобрал священник Андрей Лазарев, который и крестил Эдика. С этого дня началась их дружба. Когда родственники выгнали цыгана из дому, отец Андрей приютил его у себя. Он изголом стал в своей семье. У него бабушка, известная по всей округе, гадалка. И она обеспечивала жизнь всей этой большой семьи. Там бабушка, дети, внуки, правнуки, человек 50, наверное, живёт вместе. И вот когда он стал молиться на чердаке, у бабушки пропал этот дар. Тогда, в конце 90-х, Кимры называли героиновой столицей России. Наркотиками торговали на каждом углу. А занимались этим местные цыгане. Вера Эдика стала вызовом не только для его семьи, но и для всей местной цыганской общины. Но парень не испугался. Он понял, что Бог побеждает страх. И стал учиться молитве. Азбука для неграмотного Элисбара стала псалтырь. Сначала он выучился читать по-церковно-славянски, а лишь потом по-русски. Он молился дома, на улице, а в храме стал чтецом. Элисбар не пропускал ни одного богослужения. И однажды молодого цыгана заметил тверской владыка Виктор. Он первым увидел в Элисбаре будущего священнослужителя. Владыка отметил красивый голос молодого человека и сказал, быть ему диаконом, и архиерейские слова всегда являются как бы пророческими. Диакон-цыган стал сенсацией. Слух о нем быстро разнесся по округе. Про Элисбара стали писать в журналах и снимать репортажи. И диакон устал от ежедневных атак журналистов. Но он продолжает давать интервью, в надежде на то, что его соплеменники тоже услышат благую весть. И всем сердцем примут Христа. Господь смотрит не на лице, не на национальности. Особенно сердце человеческое. А оно всегда, как мы знаем, что всякая душа по природе христианка. У него апостольская вера какая-то. И он апостол-цыган. Его можно так назвать, наверное. Что я несу, дай Господи, не силы, чтобы я это достойно нес и был образцом. Чтобы горел, как свеча горета в темных уголках. И чтобы они видели вот этот свет, мои родные, и пришли к Богу. Вот. Вот об этом как раз я у Бога прошу. Какой замечательный пример христианской жизни. У нас есть еще звонок сейчас в эфир. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. С декущим праздником вас. Благословите. Бог вас благословит. Вы знаете, у меня вот какой вопрос. Дело в том, что действительно сейчас очень много православных, я имею в виду людей, пришло к православию. Стало, конечно, немножко легче. Но я бы даже больше хотела спросить. Будьте добры, посоветуйте, пожалуйста. Как все-таки исполнять те заповеди евангельские, которые Господь нам даровал в милость свою. А вот при том, что мы ходим на работу каждый день, при том, что мы находимся в транспорте, в метро, при том, что существует, да, как ни странно, но существует этот кризис, который тоже влияет на людей. Некоторая озлобленность все равно чувствуется. И в метро и везде. Как при этом быть? Как, может быть, есть какие-то особые правила, которые помогли бы не только в монастырях сохранять... Спасибо за ваш вопрос. Наверное, действительно, легко быть хорошим и добрым, когда тебя никто не толкает и не кусает. А вот наступает кризис, когда действительно все обостряется, все отношения людей на работе тем более, да, и начинается, на самом деле, проверка человека на прочность. Как быть? Тот же подвиг, что и у монаха, смирений, тот же подвиг и у мирянина в троллейбусе, или где-то в метро, или когда на работу едешь, или терпеть и не превозноситься над людьми, а терпеть и понимать, что этот такой же человек, такой же чадо Божие, как и ты сам. Отец, вот правильно, вот она так и спросила, там заповеди есть, а как, вот с чего начать, с какой стороны, вот, вот, а я не терплю, вот, а я сажусь в автобус, я хочу терпеть, а меня вот кто-то оскорбил, и я не могу не ответить, потому что я сначала отвечу, а потом так вспоминаю об этой заповеди. Надо все время вспоминать о том, что сам Господь сказал, что то, что вы сделали одному из братьев моих меньших, взяли и наступили на ногу в троллейбусе. Кому? Младшему брату самого Господа Иисуса Христа. Поэтому вот здесь надо такую иметь осторожность. Вот и все, это уже легче приносить. Понятно. Не просто так, как вот человек, масса толпа. Ну, может быть, действительно, когда смотришь на мир глазами Христа, и пытаешься, вообще-то, просто, это трудно. Но надо. Спасибо большое, отец Сергий. Я очень благодарю вас за то, что вы нашли сегодня время и пришли на нашу программу в столь ранний час. У нас еще очень много вопросов, к сожалению, ответить на все совершенно невозможно, как всегда, к сожалению. Но мы еще раз вернемся к этой теме. Наша программа подошла к концу. В следующий раз мы расскажем вам об истории поместных соборов и о том, как будут проходить выборы нового патриарха Русской Церкви. Я прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok